Библейский портал экзегет.ру представляет В 18-й он возвращается, пророк, к своей излюбленной теме Отношение Бога и Израиля Слушайте, ну сколько уже можно об этом говорить? Ну все уже поняли А сколько можно влюбленным говорить друг к другу о своей любви? А сколько можно матери проявлять нежность по отношению к своим детям? А сколько можно, в конце концов, завтракать каждое утро? Вот так и эта вещь То, что Господь свой для Израиля Это как завтрак То без чего трудно начать день То без чего пророк совершенно не может обойтись В 48-й главе опять Выслушай это дом Иакова Все, кто носит имя Израиля Кто пришел от родников Иудеи Кто клянется именем Господа и Бога Израильского призывает Все хорошо, да? Но не искренне, не по правде Говорят, что они из города святого Израильского Бога призывают Господь воинств имя Ему Вот такое странное обращение Уже было очень много таких обращений К израильтянам, которые отпали от Бога И вот теперь, когда народ готовится к исходу из плена Когда готовится к возвращению К возрождению Ну, наверное, не очень много таких людей Которые забыли, окончают на Боге Но если они забыли, если они останутся в Вавилоне Они просто перестанут быть израильтянами Ты в Вавилоне как останешься Взят, разорен И что там хорошего Так что теперь все призывают израильского Бога Но возникает вторая тема И чем дальше мы будем продвигаться по книге пророка Исаии Тем громче она будет звучать Бога Израильского призывают Но не искренне, не по правде Говорят, что они из города святого Ну, сказать-то не трудно Но, наверное, на самом деле Они как-то связаны с Иерусалимом Вряд ли это такая фантазия Но не искренне, не по правде А вот в этой главе Пророк пытается разобраться Как же это работает Что случилось? Я возвещал задолго Из уст моих исходило слово Я возвещал и свершал внезапно И сказанное сбывалось Ну, это постоянная здесь тема Что исполнение пророчеств Есть доказательство того, что Господь истинен Но, а другая сторона Как себя ведет? И зачем вообще эти бесконечные пророчества? Ну, в конце концов Можно же без них обойтись Можно просто взять и сделать Зачем заранее говорить? Я ведь знал, как ты упорен Что уши твои железные жилы А лоб у тебя из бронзы У нас говорят каменный лоб Но из бронзы тоже такой прочный металл И вот не прошибить А лоб у тебя из бронзы Потому я объявлял тебе задолго Возвещал, прежде чем оно случилось Чтоб ты не говорил Мой идол это сделал Литой истукан повелел тому случиться То есть смотрите Вот что значит призывают Не истинно, не по правде Им более-менее все равно кто Идол помогает отлично Господь помогает тоже неплохо Но то, что всегда происходит У человека часто Религия Это такой прикладной способ Обеспечить себе Удачу в делах Здоровье Хорошее отношение с окружающими Ну вот Можно любому существу Это дело поручить Идолу, единому Богу Какая разница Говорит человек Ты же слышал Так посмотри, что сталось Разве вы не признаете? То есть пророчествовать Может только Господь Ну хорошо, он может пророчествовать Что с этого? А теперь я возвещаю тебе новое Сокрытое, чего еще не знаешь Творится это сейчас А не в давнем прошлом Не слышал ты о том Не мог сказать, что знаешь Прежде ты того не знал И не слышал И слух твой открыт не был Ведь знал я, как ты вероломен Ты отступником От чрева матери прозван Ну и зачем нам все это знать? Слушайте, лучше не знать Что будет дальше Ну ничего хорошего Наверное не будет Или будет хорошее Тогда мы порадуемся Вот смысл монотеизма Вера в единого Бога В огромной степени в том Что история обретает смысл В том, что история Это отношение между Богом И человеком Народом Общиной Отдельным человеком И если человек живет Вот по этому языческому принципу Помоги мне, мой идол Ну иногда он считает Что идол ему помог Иногда, что нет Но смысла в этом нет А вот здесь раскрываются Некоторые замыселы Человек приглашается К участию в нем Целый народ приглашается К участию в нем Но он не хочет Он вероломен Отступником от чрева матери Прозван И все равно Господь с ним возится Ради своего имени Я сдерживал гнев Истреблять тебя не стал Ради славы моей Имя и слава Народ Израиля Собственно его Основная задача В этом мире Это носить имя Носить славу Господню И Господь ради этого Его сохраняет Хотя Он, наверное, этого не заслуживает Я очистил тебя Оно не так, как серебро Я в горниле страданий Тебя переправил Переплавил, простите Ну вот как Руда Из нее надо еще Драгоценный металл Извлечь С помощью плавки Или, допустим Какой-нибудь сломанный Сосуд Или какой-то еще Предмет из драгоценного металла Его надо переплавить Чтобы Можно было им пользоваться И страдания Это нередко Описывается в Библии Как раз то самое Горнило Из которого Выходит новое И выходит чистое Я так поступаю Ради себя самого Не бывать мне поруганным Никому Не уступлю моей славы А в том числе И самому Израилю Который Отказывается от этой славы Периодически Который так или иначе Недостоин ее Послушай меня, Яков Призванный мной Израиль Это я первый И я же последний Моя рука основала землю Моя десница небеса Распростерла И когда призову Их предстанут вместе То, что Господь Творец всего мира Делает его И главным деятелем В этом мире И оказывается Что история Израиля Она не просто Разворачивается На какой-то территории Будь то Ханаан Вавилон Или какая-то еще Страна, земля Территория Но во вселенной И небо и земля А вот между ними Этот народ Который Несет на себя Божью славу Вот несмотря на все то О чем В очередной раз Сказано И о чем В общем-то В книге Исаии Сказано Наверное Горше И подробнее Чем в любой другой Книге Библии Что вот Ну не получается У народа Соответствовать Этому призванию Соберитесь все И послушайте Кто же из них То есть из идолов Предсказал все это Дальше Странная какая-то фигура Господь его возлюбил Он исполнит волю Его о Вавилоне Поставит над халдеями Его силу Непонятно Кто это У нас уже был Отрог Господень Мы об этом говорили Не раз Что вот он появляется И он То израильский народ То он царь Кир Причем абсолютно Однозначно Кир То он кто-то еще И вот здесь снова Некий загадочный он Будет еще и еще Но здесь просто Нет разгадки Много таких мест Книги Где даются Какие-то сквозные темы Образы, сюжеты И лишь потом Что-то о ней говорится Более подробное Это я Я сказал Я призвал его И привел И будет успешным Его путь Вот некий загадочный он Который со всем этим связан Приступите ко мне И послушайте Изначально я говорил Не тайно И как стало это сбываться С тех пор Я там Но не послал меня Господь Бог С духом своим То есть теперь Теперь говорит уже Этот загадочный он Я говорил не тайно Я там Послал меня Бог С духом своим Кто это Пророк Он похож Но как-то вот Нет уверенности Кто-то еще Ну давайте подождем Может быть в этой главе Мы не найдем Какой-то разгадки Но уже близко Глава Которая будет говорить Очень много Об этом Утроки Об этом он Так говорит Господь Твой избавитель Святыни Израиля Я Господь твой Бог Я наставляю тебя К твоей же пользе Велю тебе Куда нужно идти О если бы ты Внимал моим заветам Благоденствие твое Лилось бы рекой Праведность твоя Как морские волны И потомство было бы У тебя что песка Рожденных от тебя Что песчинок Такой Сложный образ моря Благоденствие Течет рекой А праведность Это морские волны В которые впадает Благоденствие И тут конечно На речном И морском берегу У устья этой реки Множество песка Это потомки И вот Река наша сама течет И благоденствие Вытекло само И праведность Как море Море которое неисчерпаемо Море которое огромное Которое Неизмеримо больше человека А и вот Все это открыто Песчинки Что-то с одной стороны Мелкое Незначительное С другой стороны Их так много Что человек Не может их Не сосчитать И вот Это все открыто Но Есть одна проблема Ты должен это принять Если бы ты Внимал моим заветам Очевидно Этого не происходит Рожденных от тебя Что песчинок Не пропало бы Не исчезло Имя их Передо мною А поскольку Пока это не получается Есть возможность Нового начала Ступать Исход Исход из Вавилона Это второй исход Был из Египта Теперь из Вавилона И соответственно Предстоит Заново заселить Эту обетованную землю Как и тогда При Моисея Это будет сложно Как и тогда Есть отступники Есть те Кто с этим Не согласен Не доволен И поэтому Глава заканчивается Такой маленькой Ремаркой на полях О нечестивом Мира не видать Говорит Господь Кто-то Кто называется Он Упомянут В этой главе И следующая глава Расскажет о нем Немножко подробнее